Пока в Беларуси продолжают задерживать особо опасных студентов, причем в День знаний. Сотни французов заразились коронавирусом после похабной вечеринки. Ну, диска вечеринки. Мало того, что они там своими мотыгами крутили, так еще и социальную дистанцию не соблюдали. Вот он прямой пример, загнивающий Европу. Не тянет она на что-то достойное и серьезное. Далеко им до нашей стабильности. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. И с вами, как всегда, Чернокнижный с очередной дозой лютейшего вселенского пиздореза. В начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала и ваши лайкосы. Понеслась. Машина кривого правосудия продолжает творить свое бесчинство. И последние новости по Фургалу имеют не очень положительный характер. Сергей Фургал обвиняется в организации двух убийств и покушении на убийство. Но есть и положительные новости для россиян. Путин на 3% поднял зарплату госчиновников, генпрокурору и главы СК. Как говорится, с кем в тесных или своя рубашка ближе к телу. Жириновский сделал себе государственную вакцину от коронавируса. Так что все сдохнут, а Жириновский еще на 30 лет в доме останется. Наша вакцина лучше в мире. Мы раньше всех сделали. И вся Россия должна быть здоровой. Специалисты лаборатории Бундесфера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом из группы новичок. Нервно-проэлитического действия и Ангела Меркель уже успела высказаться по этому поводу. В его геологических пробах, без сомнения, были установлены остатки этого вещества. Таким образом, сейчас стало очевидно, Алексея Навального стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот. И от имени всего правительства Германии я выступаю со суждением. Но хер там плавал. Усатый таракан-перехватчик заявил, что Европа припездывает, имея доказательства видео в виде подслушного разговора. Как нашел? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Но не все так трагично, как может показаться на первый взгляд иностранному туристу. Где-нибудь в городской области, например. Там чиновники торжественно открыли скамейку и присвоили ей статус арт-объекта. Кто бы мог подумать, что нудисты способны так пошатнуть Францию? Оказалось, что во время этой тусы голые тельца не были защищены масками. Они не соблюдали, собственно, социальную дистанцию. Ну и, соответственно, ебанула вспышка заболеваний коронавирусом. Ну и одной из вероятных причин вспышки стали эти нудисты. Как выяснилось, из 800 нудистов 240 были заражены коронавирусом. Число заболеваний там приблизилось, это 7-10 тысяч уже. Власти обязали нудистов одевать маски и когда они в следующий раз решат своими болтами там посветить, чтобы соблюдали социальную дистанцию. Да плясались на крыше отеля голыми, что еще надо сказать. Главное, после этой феерической хуйни их просто обязали носить маски. Заметь, их не пиздили палками, блядь. И не выписывали штрафы, просто обязали носить маски. А там 30 тысяч погибло от коронавируса, это уже не шутки ни хера. Если бы французов, как в Туркменистане за нарушение масочного режима отправляли в поля собирать хлопок, то я думаю, французы были бы поддержаны в своих проступках. Полиция Туркменистана, она не церемонится всех безмасочных, которые не в состоянии заплатить за штраф, отправляет хуерить в поля за хлопком. Причем в одежде, в одежде самое главное. Французы бы там точно охуели. Коронавируса с помощью народной медицины. Посоветовал гражданам окуривать себя дымом гармалы. Это многолетнее травянистое растение. В странах Средней Азии ему приписывают чудесные целебные свойства. У старых диктаторов кукуха после 10 лет власти начинает протекать. Мы уже воочию наблюдаем, что усатый фельдмаршал на 25-м году свое управление вытворяет. Кремль так и не отпускает фургала и держит под своим ядовитым замком навязанного несуществующего правосудия. Течение. Срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края продлен на 5 месяцев. С учетом собранных на данный момент доказательств, следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство. Таким образом, на данный момент Сергей Фургал обвиняется в организации двух убийств и покушении на убийство. А митинги в Хабаровске продолжаются уже почти два месяца. Жители требуют фургала обратно, честного открытого суда и предлагают пить чаю, как, собственно, они и кричат, Хабаровск угощают. Адовый посланник Кремля в тихушку увольняет местных чиновников, которые вызывают какие-то, высказывают порывы в поддержку фургала, а в свободное время разговаривают с бабушками на английском языке. Странная какая-то конспирация. Вот тебе и двойные стандарты. Говорят одно, показывают другое, делают третье. Вот, пожалуйста. Но мы трижды прикрывали хваленную Ропу и Тартынскую нашествия, и Наполеон, который раздавил щепки, здесь расколотили под Москвой, и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал печа всех подряд, и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и все остальное сволочь. Ни один выпуск не обходится без Владимира Вольфовича и его красноречивых изречений. По ходу под дозой вакцины у Жириновского опять обострилось протестное настроение против американцев. Раз он и здесь их решил упомянуть, а может Владимир Вольфович одним из первых решил уколоться, чтобы до конца подтвердить свой народный статус кремлевского шута. Не очень понятно. И как выразился Жириновский, в Америке миллионы заразились и, возможно, миллионы подохнут. А наша вакцина, лучшая в мире, и ее раньше всех сделали. И вся Россия должна быть здоровой. Пусть американцев нам их жалко, но там миллионы заразились и миллионы действительно погибнут. А у нас результат лучший. Было получено доказательство присутствия химического боевого вещества группы «Новичок», говорится в посте официального представителя немецкого кармина Штефана Зайберта. Ну, теперь можно официально опровергнуть теорию с нарушением обменной вещества. Другой дичи, о которой лопочет умельцы в халатах уже и, собственно, не может быть и речи. Но не тут-то было. Начался такой пиздорез, что даже в самом лютом японском фильме самый лютый японский режиссер не сможет снять. «Навальный был отравлен», — говорят немецкие врачи. «Безосновательно пиздят», — восклицает Песков. «Отравление доказано», — говорит Меркель. «Меркель пиздит», — говорит тусатый перехвачек. Я самую, так сказать, короткую цепочку событий вам прессовал. Куча темных лордов, пропагандистов уже сетуют на то, что энергетика часть пососовала нарушение обмена веществ в организме Навального. Ну и поэтому случилось то, что случилось. Сусатый Лизун пытается добраться до самых глубоких щелей Кремля. Звонки в Готэм, вот эти вот его постоянные, его последние заявления являются прямым доказательством. До выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, два абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим, направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Узурпатор с присматыванием сосет последнюю надежду остаться у власти. И, ну, конечно же, он не хочет быть свергнутым своим же народом. Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлер. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие медлены хороши. Согласен. Надо отбить охоту Путина, сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь это пятер проблемных России. А их немало. Тем более в ближайшее время у них умер. День голосования в регионах России. Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно. Их поддерживает Россия. Чиновники и военно верны президентам. Пока работаем. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да. Понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока. Надежда на темные силы. Простите. Силовиков среднего государства. Узурпатор лепит такого горбатого, что даже сам в полном ахуе, а может быть и нет. Бытует мнение, что сценарий пишет кто-то из темной башни Мордора. Тенденция с перерезанием этой красной ленточки и торжественным открытием чего-то пиздец как и значимым в кавычках продолжает набирать обороты. В Вологодскую область открыли лавку. Тверская область. Торжественное открытие помойки. В Коме в 2015 году открыли невидимую остановку. Ну, местные чиновники, которые открывали эту невидимую остановку, они не договорились с дорожниками и те схуячили эту остановку. Потом была, кстати, детская горка, мусорный бак, торжественное открытие фонаря. А еще было торжественное открытие автобуса здоровья. Ну, это пазик, обклеенный пленкой. В 2020 году, кстати, Валуев открыл торжественную скамейку на Кремский мост. В Томске торжественно открыли колонку с водой. И эта тенденция ведь не прекращается. В 21 веке на дворе они торжественно перерезают эти красные ленты, натянутые между двух столбов. И это уже открытие фонарей, блядь, колонок, лавок имеет яркий официальный инфоповод и значимость. Они это везде пиарят и, так сказать, засовывают. Рубрику нахуя надо однозначно вводить. Ну, а если вы хотите стрясти ваши пуканы и оказаться где-нибудь далеко в Атлантическом океане, абстрагироваться от, блядь, мизерных зарплат и потек жённых долгов, то рекомендую вам посмотреть блог капитана торгового судна Алексея. Блог о работе в море и немного о жизни на берегу после моря. У Алексея на канале есть всё. Айсберги, пираты, дубаёбы. Весь колорит морской жизни в одном флаконе. Ссылка на блог Алексея будет в описании под этим видео. Заскакиваю к нему вот такой вот блог. Понравился выпуск? Не забудь поставить лайкос, ударить в колокол. Ну и, собственно, подписаться, если ты ещё не подписан. Субтитры подогнал «Симон»!